Привет! И я очень долго думал, когда это видео будет уместным, так как я вернулся с Черногории три недели назад, полон сил, и хотел снова ворваться в работу, но вся ситуация, которая происходит у нас, просто морально не давала мне это сделать. Я каждый день просыпался, максимально не было настроения, руки опущены, я просто не мог сесть за компьютер и смонтировать, так как там не тот контент, который сейчас нужен. Но я понимаю, что каждый день я просыпаюсь, и я не знаю, проснусь ли я завтра, послезавтра, никто это кроме меня не смонтирует, поэтому это было до всей войны, которая сейчас происходит, когда я, повторюсь, три недели назад приехал в Черногории к своему другу. Досмотрите этот видеоролик до конца, так как в конце будет важная информация. Всем приятного просмотра! Доброе утро! И поскольку у Юри сегодня рабочий день, я хочу вам показать всю красоту Черногория, Подгорицы, где я сейчас нахожусь. Мы вчера с Юрой сходили в разведку, и настолько красиво, я хочу проникнуться этой атмосферой. Кстати, взял себе кофе. В Будве практически невозможно нигде найти какие-то кофейные магазины, это сделать можно только в ресторанах почему-то. Подходил к людям, спрашивал, где здесь можно купить кофе, никто не знает. Походу, здесь не пьют кофе, так же само, как и газированную воду. Ну что ж, начинаем мы это увлекательное путешествие с такой вот исторической какой-то памятки. Это у них старый город, врата Пизанелла. Вроде как-то так, я не знаю, здесь получаются очень узенькие улички. Везде много котов, то есть они здесь самые лучшие кенты. По памяти мне нужно куда-то вот туда прямо идти, и потом я выйду к какому-то местному пляжу, и там уже будет открытый путь в горы. Общими усилиями я все-таки нашел эту тропинку, потому что вчера я поставил геолокацию, и она мне совсем другую сторону показывала. Мне нравится менталитет этих людей. Мне нужно вон туда вот прямо. Ко мне уже только что подошел человек и порекомендовал свои экскурсии. Куда я типа иду, там такое себе, он путешествует уже около 16 лет, может показать действительно очень крутые достойные места, вон он идет. За экскурсию он сказал вроде 60 евро, но он сказал, что если мне не понравится, я ему вообще ничего платить не буду. Вот эта девушка меня очень сильно привлекла, когда я сюда с Юрой шел, вот она вот так красиво стоит. У них, получается, идут горы и серпантин. Они оградили вот такими вот металлическими сетками, чтобы, если что, на голову ничего не могло мне упасть, и я спокойно вернулся в Украину. Сейчас у многих людей происходит кризис, и некоторые пытаются как-то заработать в интернете, закупают акции, они прогорают, они падают ниже рыночной цены. И я до последнего думал, что компания, с которой я сотрудничаю уже практически два года, тоже закроется, но, как вы можете увидеть, она работает. Компания называется Avlon Technology, с помощью которой я инвестирую и зарабатываю. Сейчас на балансе 220 тысяч рублей, и я буду делать вклад на 7 дней на сумму 200 тысяч. Как вы можете увидеть, за месяц я заработаю плюс 19 тысяч 735 рублей. Создаем депозит, депозит успешно создан. Ну а для тех, кто хочет зарабатывать, можно попробовать буквально от 100 рублей, ссылку на эту компанию вы найдете в описании моего видеоролика. Ух, как же охеренно! Боже, я этого, наверное, ждал всю свою жизнь, чтобы вот так одному, без никого, абсолютно в незнакомой для меня обстановке ощутиться. И море, горы, как же это все здесь гармонирует, ничего нет лишнего, никаких забот у меня сейчас нет, делов, просто гуляю и кайфую. Вот, кстати, есть какая-то пещера потайная, но я думаю, туда лучше заходить не буду. Пойду по проверенному пути теперь, помните в Одессе? Да, именно этот момент, и мне сейчас нужно... Не-не-не, море, не надо так. Короче, мне нужно как-то перебраться на ту сторону, дождаться, пока не будет сильной волны, чтобы не обмочить себе ноги. Но я не знаю, как это сделать, это очень опасная катка, так как море сегодня неспокойное. С этого момента мы дальше с Юрой не шли, и я сейчас отправляюсь в свободное плавание, можно так сказать. Теперь мне нужно каким-то образом, не намочив ноги, добраться аж на ту сторону. С***, у меня получилось! Ах ты ж, с***, ах ты ж, блядь! Как я и думал! Прощайте, сухие кроссовки. Но ради таких видов я готов. Ноги у меня мокрющие. С***, я вижу твой тень, обези меня, сжигаю твой лёгкий, сжигаю твой лёгкий. Абсолютно здесь нету людей. И ты сам себе хозяин, сам себе босс. Просто люди хотят сюда добраться, но там, как вы видели, не очень просто всё сделать. Какое-то дерево даже упало здесь. Блин, он даже не сдутый. Вот так вот можно здесь понабивать мячики. Чуть-чуть сложненько, потому что здесь, видите, неровная поверхность. Но мы делаем всё максимально аккуратненько. И не вздумайте за мной такое повторять, лучше смотреть. Ну в общем, поначалу было очень легко. А дальше вот такой вот квест идёт. Не сильно, как бы, мне нравится. Аккуратность моё второе имя, поэтому потихонечку направляемся. Не знаю, буду ли я дальше идти. Там обрыв получается. Здесь я на первую высоту забрался. По вот этим вот камням. Но я попробую. И если увижу, что дальше будет прям очень-очень для меня опасно, то этого мне хватит. Ну, в общем, я всё-таки решил туда не лезть. На ту гору, потому что, во-первых, я весь испачканный. У меня не та обувь, которая сейчас нужна. Потому что вот там вот действительно можно очень хорошенечко слететь. Сейчас я сижу над таким вот обрывом и просто кайфую. Какой же здесь красивый вид. Ты вот так вот сидишь и думаешь, Андрей, тебе 22 года, а ты толком ещё не видел этот мир, потому что он настолько кайфовый, настолько непредсказуемый. Это того стоило. Эта поездка очень многое мне дала осознать о своей жизни, и по приезду в Киев я точно не буду тем Андреем, который улетал сюда. Ну что, я уже дошёл назад. Вот такую груду ко мне я назад преодолел. Штатив на том месте, где он должен быть. Но на самом деле я бы не сказал, что это прям очень легко. Туда как-то легче по камням было. А вот назад возвращаться... Фух, я аж запыхался. Весь, блин, грязный. Сейчас буду отмываться. Надо же было мне вот туда выше, по самой земле полезть. Но получил своё. Но я не стал рисковать дальше это делать. Контент контентом, но... Кто он видосы эти потом смонтирует? Руки болят. Всё болит. Но я такой счастливый сейчас. Давай выключим светло И будем мовчать Про то, что можно Словами сказать Не можно писать Неможливо зіграти А тільки мовчать Тихенько мовчать Давай мовчать Про то, что дівчат Не в них сповать Не можеш спати Давай про мене И про те Что ты на меня так смотришь? Не захочем кричати Ну а если ты досмотрел это видео до конца Значит, ты тот самый уникальный зритель Который смотрит мои видеоролики И сейчас я хочу с вами серьёзно поговорить Изо всех ситуаций, которые происходят Есть такая информация Что, возможно, в России будут блокировать Инстаграм и также Ютуб И я просто не хочу с вами терять контакт Поэтому я создал свой личный приватный телеграм-канал Куда вы можете перейти и обязательно подписаться Туда я буду выкладывать то, что не войдёт Ни в Ютубы, ни в Инстаграмы Я не хочу вас терять И то, чем я занимался все вот эти шесть лет Вот так вот просто Очень обидно терять Поэтому не поленись Обязательно перейди И подпишись на мой телеграм-канал Я постараюсь как-то снова включиться Монтировать для вас видеоролики Так как материала у меня очень много И также в описании видеоролика я оставлю реквизиты Те, кому не сложно Я, конечно, никого не заставляю Кто хочет хоть как-то поддержать мой канал денежкой Переходите, там всё очень просто Ну а с вами был ваш Андрей Увидимся, надеюсь, совсем скоро Очень сильно вас люблю И я вот монтировал сейчас это видео Мне очень понравился такой контент Надеюсь, как и вам Не забывайте ставить лайки, комментарии Это поддержит мой канал Всем пока Давай выключим светло И будем мовчати Про то, что можно словами сказать